сегодня очень ветреная погода извиняюсь если вдруг будет задувать в микрофон но этот ветер не мешает мне готовить на природе на гриле и вот что сегодня будет смотрите у меня есть капуста я вам расскажу как ее готовить но значит всю свою поездку все но вот июль месяц весь я путешествовал по сибири я уже говорил об этом я для эксперимента но все же вы и вы тоже и многие мои знакомые любят мясо да ну какие овощи на гриле чё это у нас же нет такой культуры готовить овощи на гриле всем мясо мясо подавай поэтому я знаю что бы вы меня не забанили с одной капустой я буду готовить еще к ней бедра куриные вкусные сейчас все расскажу но основа основ это капуста значит все эксперименты в кемерово новосибирске и в красноярске доказали что люди которые пробуют потом капусту по этому рецепту говорят типа да ладно я не верю едят и говорят я сам себе не верю что капуста может быть вкусной это же просто капуста вот казалось бы есть бедра но они просто сняты с кости и имеют вот такой вот вид распластанный разнузданный я люблю кожу поэтому всегда покупаю с кожей их нужно вот так вот развернуть пощупать нет ли какого-нибудь при разделке оставляют вот тут хрящики хрящик нужно убрать соответственно и вот так вот его разорвать если вдруг у вас он еще цилиндрической формы он смысле кусок мариновать ее их буду бедра отлично пахнут всегда нюхайте перед тем как готовить красная смесь специй которую я купил на рынке я не всегда рад значит тем смесям которые делают как их называют специалисты люди которые продают специи специалисты здесь очень хорошая смесь специй и у меня главная цель была сделать курицу красной здесь и паприка и сушеные томаты и каенский перец она должна быть красная прекрасная прям все засыпаю обильно но не то слово соль не стесняйтесь маринад быстрый я всегда говорю если быстрый маринад у соли нужно побольше черный перец я не добавляю потому что здесь есть и черный перец и кориандр и молотый зеленый базилик немножко даже соли я посмотрел список ингредиентов так чуток масла с помощью масла специи сильно прям прилипают к курице и получается такая очень яркая красивая курица которая с большим аппетитом уйдет потом просто в три секунды как только вы ее поставите на стол все курица маринуется у нас примерно минут 15 за это время подготавливаем капусту капусту режем на четыре части потому что если мы нарежем мелко она вся рассыпется я всегда говорю мелкий продукт всегда нужно много 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 переворачивать да вот томатов много капусты всего 4 поэтому пока что всего лишь соль на капусту это условно тут и не за что цепляться поэтому она так немножко прилепиться и все и отправляем в гриль вот так нижний лист у нас потом обгорит мы его выкинем это даст нам возможность капусте пропечься потому что несмотря на то что куски небольшие по сравнению с помидором они реально большие поэтому капусте нужно минут 30 в общем да для того чтобы она стала мягкой но оставалась аль денте такой знаете хрустящей нежной вкусной и сладкой чтобы у меня было здесь так сказать раздельное тепло до отсеченный жар и не прямой значит прямой гриллинг мне нужен на капусту а здесь мне нужно для курицы чтобы она не горела поэтому я взял вот такую ванночку сюда сложил уголь и над этой ванночкой ставлю капусту пусть она себе стоит и греется но вернее не греется там конечно по погреться хокк маленькой капусточки холодно зимой и мою раз таки в гриль засунули и пусть он там греется так у меня еще соус по плану должен был быть но как должен был быть он то он и будет лучок помельче нарезать прям чем мельче тем лучше маленькую сковородочку прям лук сюда отправляем соль добавляем перец я тут черный перец с лимонной корочкой очень ароматный классный все отсюда потом кусок сливочного маслица небольшой только вот такой чтобы у нас лук не пригорал и сковородочку туда в гриль пожарится в итоге судя по температуре которая уже идет к 200 означает что наконец-то он начал работать в полную силу это значит что пора курицу отправлять крышечку откидываем сковородочку пододвигаем курицу распластываем и бросаем вот здесь вокруг вокруг капусты вокруг соуса сейчас курица начнет жариться и этот аромат будет пропитывать и капусту и соус капуста дальше печется она будет дольше всего готовится здесь потому что кусок толстый соус чтобы тут ничего не пригорало да нужно лучок помешивать и максимальное удобство этого гриля в том что крышка есть закрываете да по принципу тажина тепло идет поднимается вверх опускается сверху приготовление снизу идет сильная а сверху как в духовке доготавливается внизу в описании ссылочка заходите у выбора серии мультитач несколько штук разных размеров можно что-то выберите хотя бы ознакомитесь а если кто-то и приобретет значит будете кайфовать как я такая перчаточки скидываю и вообще-то мне нужно сгонять на огород срезать лето же да что-то для соуса так а для соуса у меня сегодня одна веточка мяты она уже зацвела но нам неважно я например люблю когда мята находится в пиковом своем состоянии некоторые говорят типа надо сушить там или срезать ее до того как она зацвела я наоборот с цветами люблю значит у меня петрушка это новый урожай в середине лета была посажена и вот только-только она подросла еще маленькая беленькие красивые цветы которыми можно в принципе украшать блюдо это кинза кинза цветет и цветы вот эти вот кинзовые они пахнут точно так же как и в листва и стебли ну и конечно же зонтики огурцов у ты блин зонтики огурцов надо же такое было ляпнуть укропа зонтики укропа только старайтесь срезать зонтики когда еще не образовалась семечка или когда семечка совсем маленькая когда она вырастает но получается знаете уже такой старый укропчик так у меня еще тут есть томаты томаты у меня пойдут не в соус а в само блюдо смотрите что у нас происходит во первых нужно проследить за капустой смотрите какая удивительная штука сверху видите она коричневее это значит что тепло сверху идет с этой стороны у нас вот что этот лист мы потом выбросим он он является у нас защитной пленкой периодически уже можно поворачивать капусту на тот или иной бок для того чтобы она пропекалась на сильном жаре со стороны среза значит курица у нас томится и томится помидорчики не смазывая маслом ничем срезом вниз отправляем вот сюда я взял специально сливки сливки в смысле сливы томаты они плотные их очень удобно жарить они не раскисаются в хлам не становятся такие потом думаешь ё-моё как бы так их донести чтобы они не стекли на землю как водиться смотрите что происходит лук у нас частично обжарился масло немного чтобы она у нас не плавала потом сам лук еще остается твердым но уже не имеет того яркого запаха теперь сюда добавляю сливки прям не стесняйтесь лейте но почти полную сковородку но точно больше половины это 20 процентов мне их нужно уварить хотя бы в половину пусть они там все варятся и варятся вместе с луком и чуть позже добавлю чеснока обязательно сразу же нужно посмотреть а лучше всего перевернуть курицу цвет получается очень красивый что подгорит там краешки кожи потом отрежем и не будем использовать в еду значит вот эту всю зеленушку обязательно нужно мелко 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 порезать потому что в самом самом конце я ее отправлю в соус так класс значит курица переворачивается значит томаты томаты все перегоняем сюда капусту переворачиваем вот она значит двигаем ее ближе к углям а курицу наоборот подальше от углей отправляем курица доготавливается значит пусть она у нас на сильном жаре здесь идет лежит вернее чеснок как я и хотел чесночок мелко рубим и в соус отправляем опа так соус перемешиваем чтобы чеснок у нас обварился мы достигли консистенции сметаны соус 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 вот сюда зелень все тщательно перемешиваем вот это соус сливочки тоже не любит сливочки дымок большое количество лука чеснок и зелень с огорода делают этот соус уникальным пробу вот это класс вот у огородных трав конечно ну все по-другому ароматика то есть я понимаю что это кинза потому что я рвал но сила кинзы сама просто в десятки раз сильнее чем магазинная здесь конечно на любители томатики значит смотрим если вдруг чуток прихватился все отрезаем забываем вообще не страшно гриль такая штука но зато мы получаем то чего нельзя получить на сковородке в кастрюльке еще не знаю в чем это вкус как курица и хватит уже тут лежать все она суперская я прям вижу как она мне говорит да забирай меня я готова это пока убираем сюда и что делаем с капустой вот смотрите значит вот этот лист у нас продолжает гореть видите вообще не нужно этого стесняться верхушка у нас вся прогрелась с этой стороны видите каждая подгорела да это великолепно смотрите нужно взять масло сливочное и вот таким образом намазать ее масло должно пропитаться и пройти внутрь масло должно попасть между листьями можно даже вот так вот и раз ложечкой туда закрываем сейчас масло все томаты печеные нужно нарезать как придется если у томатов отделяется шкурка велкам пожалуйста отделите и нарезайте сейчас будет у нас гарнир в этом блюде у нас подается не курица с гарниром а капуста с гарниром если бы основным ингредиентом была курица то гарнир было бы овощной то в нашем случае стейк из капусты подается с куриным гарниром вы когда-нибудь использовали курицу как гарнир у вас есть шанс попробовать это сделать теперь курицы к томату можно знать что сделать если много жарите курицы потом в чашку да в какой-нибудь в плоскую желательно квадратную там или круглую и потом поставить какой-нибудь пресс и в холодильник вот это вот сочнейшая курица с кожей жареный выделяет сок все это вместе превращается в холодец друг дружку склеивает на выходе мы имеем что ты рин я так однажды такое блюдо вел все очень в ресторане променад не знаю если он там до сих пор но что в сочи бывает редко может быть уже знаете там новый шеф уже вывел это блюдо но ведь тема была крутая на шашлычки жарили как раз но с любым маринадом там мы мариновали в аджике бедра жарили их хорошенечко потом складывали пресс получался офигительный тырин из бедер цыпленка так как они жарятся на углях на углях то запах дымка конечно нарезаешь он красивый такой слоеный получается и как холодную закуску подаешь а там дымок делает все так как у нас здесь зелень есть сюда дополнительно зелени не добавляю но сбрызгивает чуточку маслом каплю ну-ка стоять на месте а капусту смотрите масло все ушло сюда внутрь в листья между ними теперь на сильный огонь бросаю той стороной он течет видите масло как оно вытекает все шикарно шикарно ждем буквально минуту нельзя маслу давать знаете там с этой стороны долго находиться над углями потому что начнет гореть не масло гореть а в капуста начнет гореть открываем и забираем все посмотрите какая она шикарная посмотрите какая она великолепная так лепешечку перевернули главное не забыть там 30 40 секунд еще и будет все готово теперь смотрите что я делаю с капустой вот она видите с этой стороны капуста имеет сгоревший листок переворачиваем ее она горячая надо быть аккуратным смотрим вот этот листок у нас уходит в гарбич и вот краешек этого листка а это был и это тот и был основной вот он видите с этой стороны капуста не горелая и тот лист это знаете когда запекаете например быка целиком да нужно делать корку черную для того чтобы дальше мясо не горело ну что большой кусок сложно пропечь поэтому вот это как раз горелая корка не дает дальше сгореть капусте и все а здесь мне лично например вот эти вот черные хрустящие штучки не мешают это великолепное вкусное блюдо до капуста становится смотрите нежной мягкой но в то же время она полностью не приготовилась это не вареная капуста она будет хрустеть и вот эта вся сладость сливочного масла сладость хрустящей капусты вот такая должна быть хотите прям well done чтобы она была совсем тушеная да тогда бы вам придется завернуть ее в фольгу но я вас уверяю попробуйте одну достать то есть вот в состоянии аль денте причем сильного а вторую оставьте надолго и пусть она там протушится и попробуйте ту вы поймете что вот это кайф где лепешечка все капусту сюда лепешечка готова ну и конечно же быстро тут все перемешиваем значит гарнир как как бы это ни странно звучало куриный перемешиваем все готово здесь томаты так что это упала пустая но супер значит гарнир выкладываем вот сюда капуста посмотрите ну выкладывайте ее по-человечески вот так вот раз но 4 сюда не входит пусть ее здесь и не будет я всегда так делаю сверху кладете хлеб для того чтобы он там впитался в себя соки которые есть у нас наверху теперь ложку сока сока говорю соуса он получился соус густой просто шикарный ароматный как вариант кстати можно но тогда придется хорошенько обжарить лук а потом уже в самом конце сметанки добавить и зелени и все такое можно кушать а можно еще томатная туда томатов пилате или пальпы а давай с краешку вот сюда добавим капусту не будем закрывать оставшийся соус добавляйте себе по вкусу очень крутое дачное блюдо готова пора его опробовать так лаваш соус остальное можно не пробовать лаваш и соус все это и да да вы без меня знаете прекрасно что на даче тем более если это гриль барбекюшница в общем то на чем готовят еду то любая еда становится просто божественной главное хорошо посолить и добавить туда вкусные ингредиенты салат с курицей вне всяких похвал но стоит это мое любимое если вот вы мне не поверили все вы проиграли просто-напросто в общем что мне вам рассказывать как хорошо на даче летом как хорошо все с огонька готовьте меняйте вы можете вместо курицы баранину использовать вместо томатов можете использовать перцы кабачки в соус может быть томатный сметанный может быть чеснок с майонезом и сливками вместе это может быть все что угодно главное наслаждайтесь процессом и финальное блюдо вас не разочарует пока